Здравствуйте! 19 мая 2007 года скоропостижно скончался муж. Пережила тяжелый стресс. Чувствую себя вырванной из жизни. Живу жизнью матери, детей и внука. Мучительно переживаю каждую даже мелочную их проблему. Помогите вновь почувствовать радость жизни. С уважением, Ирина. Вы знаете, дело в том, что в этом заключается закономерность. Что люди, они сами решают, для чего они живут в этом мире. Мы сами решаем, для чего мы живем. У нас есть как бы своя по этому поводу идея. Но на самом деле это не совсем так. Если бы эта идея была правильная, тогда почему человек страдает? В чем причина? Если он правильно жил, почему он страдает? Если человек правильно живет, он не должен страдать. В этом заключается ответ. И если человек страдает после смерти близкого человека, значит, он неправильно отставил свои цели в жизни. Есть такое понятие «цель в жизни». Когда цель в жизни ставится неправильно, тогда результат тоже неправильный. Понимаете, проблема заключается в том, что человек часто другого человека ставит целью своей жизни. В результате откуда брать силы для этого человека, а также для себя. Вот мы сейчас ехали с молодым человеком, он был моим водителем, и он рассказывал, как бабушка попала в реанимацию. И в реанимации, и у них было 20 минут всего времени. Они пришли в реанимацию, и знаете, что они 20 минут эти делали? Они молились Богу интенсивно все 20 минут, пока они там стояли. После этого бабушка стала выздоравливать. А потом она не только выздоровела, но также поменяла свои представления о жизни. Она не только о себе начала думать, но и также о других. Начала интересоваться знанием. И пришла даже вчера на лекцию. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что человеческая жизнь, она предназначена не для родственников. Потому что родственники ни себе, ни нам помочь не могут. С другой стороны, когда человек выбирает высшую цель жизни, то есть он начинает думать о Боге и молиться ему, тогда в этом случае родственники получают нужное количество энергии для того, чтобы сохранить их жизнь раз. А если жизнь их несохранима, то есть они уходят из жизни, из этой, то тогда эта молитва спасает их в следующей жизни и дает им хорошее рождение. Потому что родственники становятся связаны. Почему? Она вот, смотрите, она говорит. Мучительно переживаю каждую даже мелочь их проблему. Пережила стресс. Чувствую себя вырванной из жизни. Это признаки того, что тот человек нуждается в помощи. У нас не хватает знаний. Мы не получаем образование о том, как жизнь вообще протекает. Понимаете? Когда близкий родственник уходит из жизни, им нужна помощь. И эта помощь осуществляется за счет молитвы святому человеку. Он реально начинает чувствовать поддержку. И потом у тебя в сердце появляется облегчение. А если человек жил в стрессе, это значит, что один страдает, который ушел из жизни. Ему нужна помощь. И второй, который помочь не может, но не имеет права не помогать. Он родственник, обязан помогать. Понимаете? На тонком плане с него тянут энергию. Родственник все равно тянет эту энергию, который ушел из жизни. А тот, который остался, говорит, нет жизни у меня, не чувствую возможности жить. Почему? Потому что ты не знаешь, как жить. Жизнь человека означает, что человек должен брать силы оттуда, откуда их надо брать. Мы пытаемся друг от друга брать силы и мотаем друг другу нервы по этому. Почему стресс-то произошел? Потому что берется энергия оттуда, где ее нет. Вот представьте, вы кран открываете, но там не должна вода течь, она течет из другого крана. И вы мучаете себя, мучаете этот кран, но там нет воды, потому что она не должна оттуда течь. Она должна из другого крана течь. И у вас несколько лет стресс от этого. Есть другой кран в вашей квартире. Можно открыть и там убирать воду каждый день. Просто проблема заключается в том, что у нас у всех в результате влияния кармы есть установка, что вода должна потечь именно из этого крана, который я открываю. В этом проблема заключается. Непонимание, что есть духовные силы, они более практичны к ним обращаться, чем к тем, который живет рядом с нами. Веды говорят, родственники не должны ставиться высшей целью жизни. Они должны быть второй целью, третьей целью, но не высшей. Это не значит, что мы же не живем для родственников, мы живем для них. Так в этом же заключается жизнь для родственников, что надо обращаться к тому, кто может им помочь. И в этом заключается помощь родственникам. В чем проблема, как жить теперь вот этой женщине? Ей надо поменять свое представление о жизни. Видите, она переключилась теперь точно так же на детей и внучек. И будет тот же самый вариант. Понимаете, ни дети, ни внучки тоже не спасут ее, и она их не спасет. Нужно реально контакт иметь с силой, которая может помочь. Это очень практичный подход к жизни. Я тоже вам не от своего имени лекцию читаю, чтобы вы знали. Я медитирую на того, кто может вам помочь. А он медитирует на того, кто ему может помочь. И так до самого Бога. Это практичный способ жить. Я тоже был в стрессе полтора года. Но у меня не совсем обычно по стрессу протекал, не как у всех. То есть я проводил это время в молитве. С одной стороны была трудность жизни, а с другой стороны была радость сердца, что она преодолевается. Понимаете, нет такого, чтобы полностью был стресс, если человек понимает, откуда идут силы в нашу жизнь. Нет такого, чтобы полностью был стресс. Будет трудно и все. Бывает трудно у человека, трудный период в жизни. Будет трудно и все. Но нет такого, что ты не знаешь, где выход. Выход уже вам сказан. Надо действовать теперь. Пробовать этот выход, изучать. У нас нет понятия, что такое внутренняя жизнь. Мы даже не понимаем, как сидеть и молиться. Как желать всем счастья. Как победить свою судьбу с помощью этой внутренней жизни. У нас нет идеи часто. Нас никто не учил. В древней ведической культуре образование детей с этого начиналось. Они учились жить внутренней жизнью. Садились и молились. Каждый день. Потом изучали, что такое молитва. С этого начиналось образование. Сейчас ни в одной школе это не преподают. Потому что у нас даже представлений нет о том, что есть внутренняя жизнь. О том, что внутри себя человек должен побеждать проблему. Внутри означает также и вовне. То есть мы ставим изображение святого человека для того, чтобы научиться своим сердцем общаться через это изображение. Как через зеркало. Оно отражает состояние наших отношений с Богом внутренних. Состояние святого человека.